всем привет сегодня делаю ножки-шпильки для стола или может для чего-то еще пока не решил просто давно хотел попробовать и вот наконец-то дошли руки и в первую очередь я отправился в строительный гипермаркет там я купил соединительный уголок толщиной 2 миллиметра и стоимостью 41 рубль таких не нужно было 4 штуки и баллончик белой матовой краски за 150 рублей доехал до металлопроката и там не нарезали 6-метровый пруток по полтора метра толщиной 8 миллиметров за него и отдал 133 рубля итак мы прикупили 8 миллиметровый прут полностью в ржавчине так что наверное для начала приступлю к его зачистке были на мне не это шинда рахнет меня так такую зачищать не особо то удобно поэтому сначала отрежем высота ножки будет где-то 40 сантиметров так что нам нужно минимум наверно 85 запаса но на всякий случай 90 сделаем так ну осталось зачистить их до конца так сверлить я буду 9 миллиметровым сверлом так как у нас наша шпилька восьмимиллиметровая во первых чтобы легче входило в отверстие и плюс мы еще сможем наклонить нашу шпильку а Ау! Так, отверстия мы сделали, теперь стоит их зачистить, сами отверстия, да и, в принципе, весь уголок, чтобы потом, когда будем красить, краска легла лучше и держалась более надежнее. Итак, далее мы переходим к сгибанию нашей шпильки. Для этого я приготовил два отрезка по 45 сантиметров профильной трубы размером 15 миллиметров. Собственно, с помощью них мы и будем гнуть нашу шпильку без всяких кондукторов, просто две трубки. Берем шпильку, вставляем с одной стороны и с другой. Все у нас как раз получается в размер 90 сантиметров. И все, что нам остается сделать, это загнуть шпильку. Уходит! Шпилька! Закнета. Есть расхождение. С какой-то стороны она вылезает. Ну, мы сделали с запасом, так что должно все быть отлично. Следующая. И последний раз. Всего две трубки. Далее, чтобы нам сразу сделать четыре ножки одинаковой высоты и с одинаковым углом наклона, нам понадобится какой-никакой кондуктор. Сейчас мы его быстренько сделаем. Для него буду использовать остатки USB-листа. Я заранее уже нарезал, что нам понадобится. Вот так. даже идеально здесь даже есть угол 90 градусов потрясно так нам осталось отметить расстояние точнее высоту нашей ножки это 40 сантиметров также сделаю еще парочку отметок может быть дальнейшем сделаю еще несколько на 50 и на 60 меньше я думаю пока делать не стоит хотя почему бы нет итак теперь установив наш уголок мы можем продеть у него шпильку и упереть нашу шпильку расстояние 40 сантиметров нам осталось теперь только сварить итак еще три раза так в принципе ножки практически готовы но я все-таки думаю что их стоит усилить не зря же эти два отверстия делал правильно так что пополам пилим так я срезал небольшой угол у короткой шпильки дабы площадь прилегания металла была больше и сварка было понадежнее Продолжение следует... Итак, ножки мы обварили. Теперь остается отрезать лишнее и зачистить швы. Опляха! Продолжение следует... И можно красить. Встряхнуть 2-3 минуты. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИТЫ 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 СПОКОЙ Continue! ПОДПИТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Круглая столешница осталась от предыдущего неудавшегося проекта Она здесь для того, чтобы просто показать, как это все выглядит в сборе Ого! И да, музыка не грустная, а красивая Ну а на этом все Если ролик вам понравился, то ставьте лайк Подписывайтесь на канал И увидимся в следующем ролике Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok